Видение в Духе это просто. Зачем нам еще одна книга «Видение в Духе»? Видение в Духе тайна для большинства людей. Для тех, кто регулярно видят ангелов, демонов и других духовных существ, видеть в Духе так же естественно, как дышать. Но для большинства людей, просто попытка определить, что подразумевается под фразой «Видение в Духе является проблемой». Для ясности, в этой книге я буду ссылаться на совокупность переживаний, как на «Видение в Духе». Эти переживания включают в себя такие вещи, как сны и явления ангелов, демонов и других духовных существ. Я буду так же включать в это определение трансы и видения. Все, что мы видим нашими естественными или духовными глазами не существующее в реальности физического мира, будет считаться «Видением в Духе». Нам могут так же показать вещи, которые существуют в физическом мире, например, далекие планеты, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Когда что-то делается ясно видимым для нас, что иначе было бы невозможно видеть, считается «Видением в Духе», так как наша способность воспринимать его требует сверхъестественного зрения. Хотя в последние годы было написано несколько достойных книг на тему «Видение в Духе» и я рассмотрю некоторые из них, авторы которых «Мои друзья» я не согласен с некоторыми из основных моментов, которые преподаются на эту тему. Я не верю, что «Видение в Духе» — это дар, который дается только нескольким людям, особое помазание, которое вы должны искать, или что-то, что вы должны получить от известного Учителя. Я верю, что «Видение в Духе» — это врожденная способность, которой мы все обладаем, которая просто должна быть развита через упражнения. В своей книге «Божественное исцеление» это просто я писал о том, что в последние дни Бог поднял армию обычных людей, которые действуют в сверхъестественном исцелении в повседневной обстановке. В течение многих лет область исцеления была в основном ограничена горсткой людей-профессиональных служителей. Давняя вера в том, что исцеление — это дар, предназначенный только для нескольких особенных людей, не позволяло людям действовать в Божественном исцелении. В своей книге я выдвинул аргумент, что с небольшим количеством знаний и практики Божественное исцеление может осуществить любой христианин. Сегодня Бог творит чудеса через водителей грузовиков, бухгалтеров, сантехников, баристов, механиков, домохозяек и фильтшеров людей без формального религиозного образования. Это недавнее движение Бога вернуло духовное значение для того типа людей, которых Иисус выбрал в качестве своих первых учеников. Все книги, которые я пишу, призваны продемонстрировать тот факт, что Бог может делать необыкновенные вещи через обычных людей. Эта книга покажет, что практически каждый может видеть в Духе, независимо от своего прошлого, образования, или духовной квалификации. Я считаю, что вам не нужно быть духовной суперзвездой, чтобы видеть видения и сны. Средний человек, который работает на постоянной работе и не имеет большого количества свободного времени, может видеть в Духе так же точно, как и любой другой. Если бы вы пообедали со мной, скорее всего, я показался бы вам самым обычным человеком. У меня было довольно обычное детство. Я немного посещал духовных конференций или молитвенных собраний. Не проводил много времени, пропитываясь присутствием Божьим. За последние 15 лет я в среднем проводил от 50 до 60 часов в неделю на постоянной работе. Большинство дней я прихожу домой слишком усталым, чтобы делать еще что-нибудь, кроме как перекусить с женой перед сном. Честно говоря, я просто слишком занят, чтобы выделять несколько часов в день на молитву. Я не тот, кого можно назвать духовным гигантом. Несмотря на все это, я уже несколько лет вижу в Духе, хотя так было не всегда. Я не родился с этой полностью развитой способностью. Всего несколько лет назад я никогда не видел видения от Бога. Моя способность видеть в Духе развивалась во времени, так, что если кто-то вроде меня может научиться этому, то и вы сможете. Другие книги о видении в Духе могут оставить в вас чувство, что Бог не избирал вас правиться или не дал вам этого дара. Я считаю, что практически каждый может научиться этой способности. Цель этой книги предложить путь, следуя по которому, каждый может развить эту способность. Возражения против видения в Духе. Пророки и апостолы получали большую часть своих откровений от Бога в виде снов, видений, трансов и ангельских посланий. Эти откровения сохранились для нас на страницах Священного Писания. Я приведу примеры и иллюстрации из жизни авторов Ветхого и Нового Заветов описывающих, как они получали свои откровения. Я надеюсь, когда мы исследуем их жизнь, библейское основание видения в Духе станет совершенно ясным. В этой главе я буду разбираться в первую очередь с возражениями, которые люди поднимают о видении в Духе. Для простоты, я буду говорить о различных формах визионерского опыта видениях, снах, трансах и ангельских посланиях собирательно. Как особое откровение я не могу ответить на все возражения, направленные людям, получившим особое откровение, однако, хотел бы обратиться к наиболее распространенным из них. Особое откровение ведет к обману. Одно из возражений исходит из наблюдения, что кто-то был сильно обманут тем, что они узнали через особое откровение. Классический пример Джозеф Смит, пророк мормонов, которому было дано особое откровение от ангела Марония, что стало основой его учения, рассматриваемое большинством христиан, как опасное еретическое. Указывая на такие примеры, многие церковные руководители строго предупреждают своих прихожан, что стремление к особому откровению ведет только к обману и ереси. Хотя верно, что некоторые люди были обмануты через особое откровение, другие люди получили откровение, содержащее важные ключи к Божьему плану. Апостол Петр никогда не принес бы Евангелие язычникам, если бы не откровение, которое он получил, находясь в выступлении. И апостол Павел не посетил бы Македонию, если бы не откровение, полученное им в ночном видении. С.М. Деяние Глава 10 и Деяние 16.9.10 Тот факт, что некоторые были обмануты через особое откровение, не означает, что обмануты будут все люди. Логика, используемая здесь это убеждение, что если это случилось с одним человеком, то случится со всеми. Если бы это было правдой, то логически следовало бы, что никто не должен снова водить машину, потому что тысячи людей в год погибают в автомобильных авариях. Мы не запрещаем вождение просто потому, что это создает риски для водителей и пассажиров. Важно сделать вождение максимально безопасным, приняв некоторые меры предосторожности пристегнуть ремень безопасности, не превышать скорость, не приближаться к машине, если это небезопасно, не водить автомобиль в нетрезвом виде. Существуют ли опасности, связанные с поиском особого откровения? Конечно, опасности есть. Множество лживых духов действуют сегодня, отчаянно желая предоставить ложную информацию ничего не подозревающим искателям. Но есть также вполне легитимные послания от Бога, которые содержат истинное откровение. Некоторые люди боятся принимать на себя любой риск в своей духовной жизни, в то время как другие знают, что для того, чтобы продвигать Царство Божие мы должны быть готовы пойти на определенный риск. Мудрые верующие знают, что есть способы минимизировать или устранить подверженность риску. Вместо того, чтобы запрещать особые откровения, мы должны научиться отличать истинное от ложного. Когда мы получаем откровение через видение, трансы и встречи с ангелами, прежде чем принять его, мы должны пропустить его через различные фильтры проверить духов, сравнить полученное откровение с Писанием, сравнить его с тем, что мы знаем о Боге, Проконсультироваться с доверенными лидерами, чтобы знать, как оценить плоды, которые из этого получаются. Если мы все это делаем, нет никаких оснований опасаться, что мы будем обмануты. Узурпация авторитет священного Писания Другим распространенным возражением является опасение, что если будет получено особое откровение, люди могут попытаться добавить его в канон Писания или использовать его, чтобы заменить учение Библии. Этот страх на самом деле может быть обоснованным, и, несомненно, есть те, кто достаточно глуп, чтобы использовать особое откровение, чтобы заменить священное Писание. Но мы должны спросить, мудро и благоразумно ли отрицать достоверность всех особых откровений просто потому, что некоторые уделяют этому больше внимания, чем следовало бы. Немудро и неблагоразумно запрещать все особые откровения только потому, что некоторые предпочитают чрезмерно подчеркивать их важность. Важно научиться отличать истинное от ложного и правильно расставлять приоритеты. Мы не должны думать, что нам не нужна Библия, просто потому, что мы можем получить откровение непосредственно от Бога. Я сильно полагаюсь на свои собственные видения для личного направления, но Писание незаменимо как инструмент, помогающий мне интерпретировать и применять откровения, которые я получаю прямо от Бога. Нам нужно и то и другое, если мы хотим жить в полноте того, что Он запланировал для нас. Больше никаких откровений. Другим возражением является убеждение в том, что после того как каноническое Писание было закончено, у Бога не было намерения открывать что-либо еще о своих планах или своей природе напрямую к человеку. Этот взгляд учит, что все, что Бог должен был сказать нам, можно найти в Библии, что нам больше не нужно откровения, и что Бог больше не говорит с человеком. Приверженцы этой точки зрения считают, что если бы мы приняли какое-нибудь особое откровение, оно могло прийти только из царства тьмы. Этому общепринятому убеждению противоречат слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава шестнадцатая. Многое мне еще хотелось бы вам сказать, но сейчас вам не под силу это воспринять. Вот когда Дух Истины придет, Он введет вас во всю полноту Истины. Он не будет говорить от Себя, но будет передавать то, что Сам слышит, и скажет вам, что должно произойти. Он прославит меня, потому что откроет вам то, что возьмет от меня. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит мне. Поэтому я говорю, что Дух возвестит вам мое. Иоанна шестнадцать двенадцать пятнадцать. Из этого отрывка видно, что Иисус намеревался дать своим ученикам дальнейшие откровения через Святого Духа. Эта книга моя попытка научить верующих, как получить откровение, которое, по словам Иисуса, Он им даст. Библейский пример. Некоторые учат, что сверхъестественные события, найденные в Библии, являются не примерами, которым мы должны следовать, а особенными событиями, которые Бог не намерен повторять. Эта точка зрения учит, что Иисус исцелял и воскрешал мертвых только потому, что Он был Богом, и что мы не можем делать то же самое, потому что мы не Бог. Это мнение трудно принять, глядя на тот факт, что Иисус сказал, что Его ученики будут делать дела, которые Он совершил и еще более великие дела. Иоанна четырнадцать двенадцать. Сама Библия говорит, что вещи, о которых мы в ней читаем, предназначены стать для нас образцом. Одним примером мы должны следовать, другим нет. Первое Коринфянам 10.1.11 Приверженцы этой точки зрения считают, что события, произошедшие в день Пятидесятницы, были единовременным явлением, а не опытом, который христиане могут иметь сегодня. Прежде чем вознестись на небо, Иисус велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями. Деяние 1.4.8 В день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на верующих и они начали говорить на языках и пророчествовать, апостол Петр сказал в последние дни, говорит Бог, я изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видение, и вашим старцам будут сниться сны, даже на слуг и на служанок Моих я изолью в те дни Моего Духа, и они будут пророчествовать. Деяние 2.17.18 Согласно Петру, мы живем во время исполнения этого пророчества с самого Дня Пятидесятницы. Исполнение этого пророчества указывает на то, что когда Бог излил свой Дух на свой народ, все они, молодые и старые, мужчины и женщины, должны иметь сны, видения и пророчества. И это лишь некоторые из способов, которыми мы можем получить особое откровение от Бога. Эти выдержки из Писания указывают на то, что особое откровение не является эксклюзивным по отношению к авторам Писания, но что оно будет доступно всем ученикам Иисуса на протяжении веков. То, что произошло в День Пятидесятницы, не только может, но и должно быть частью обычного опыта для каждого верующего. Для учеников было нормальным исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, пророчествовать и получать откровения от Бога через видение, трансы, от ангелов. И это ничем не отличается для нас сегодня. Большинство возражений против получения особого откровения это попытка установить барьеры и ограничения для того, чтобы защитить людей от собственного безрассудства. Я не сомневаюсь, что люди, выдвигающие эти возражения, имеют благие намерения, и я верю, что есть лучшее решение, чем предлагаемое ограничение. Если главная проблема, с которой мы имеем дело это глупость, то решение проблему в мудрости. Ответ заключается не в том, чтобы сделать все особые откровения недоступными, а в том, чтобы научить верующих, как быть мудрыми и проницательными в духовной сфере, чтобы, при получении подозрительного откровения, они смогли определить, откуда оно пришло и что с ним делать. 2. Видение в духе дар или способность. Большинство книг, доступных в настоящее время на эту тему, придерживаются мнения, что видение в духе это либо особое помазание от Бога, которое мы должны искать, или дар Святого Духа, который дается только некоторым людям. Некоторые авторы ссылаются на видение в духе как на помазание провидца, в то время как другие называют его даром или наделением. Хотя я не оспариваю тот факт, что Святой Дух действительно помазывает некоторых людей для определенного служения, и что он дает дары, которые не являются врожденными способностями, которыми мы обладаем, я не верю, что видение в духе попадает в любую из этих категорий. Идея о том, что видение в духе это дар от Бога или особое помазание, явно не преподается нигде в Библии. Это убеждение основано на предположениях, подчеркнутых из нескольких неясных отрывков Священного Писания, которые я вскоре рассмотрю. Дар говорит о том, чего мы не можем сделать сами, когда Бог специально дает нам возможность что-то делать, это считается даром. Примером может служить дар языков, хотя можно сымитировать этот дар говоря так, что будет звучать как дар языков сила, которая течет через человека, поскольку Бог делает способными людей действовать в этом даре. Дар языков не может быть имитирована или произведена человеком. Ангелы Божьи могут даже откликнуться на настоящий дар языков, но они не откликнутся на подражание. Дар языков это неврожденный навык, с которым мы рождаемся и который можно развить. Мы называем это даром, потому что он не может быть реализован без силы Божьей. Другим примером дара является слово знания. Слово знания сверхъестественное откровение, данное Святым Духом о ситуации, о которой вы иначе не знали бы. Возможно, вы сможете догадаться, что у человека травмировано бедро, но способность догадываться не содержит в себе ни уверенности, ни силы. Если вы достаточно часто правильно угадываете травмы людей, вы, в конечном итоге, ошибаетесь, так же часто. Когда вы получаете слово знания о травме бедра, у вас есть степень достоверности, что это невозможно угадать, и доступ к силе Божьей, которая исцелит рану. Слово знания называется даром, потому что оно требует помазания от Бога для того, чтобы оно функционировало. Напротив, способности это то, что мы можем развить, не получив особых полномочий от Бога, прежде чем мы сможем это сделать. Мы все рождаемся с вырожденной способностью ходить, хотя эта способность не полностью развита. Мы должны практиковать ходьбу, прежде чем мы можем делать это правильно. Вы никогда не услышите, как кто-то говорит у этого человека невероятный дар ходить. Чтобы ходить не требуется особое помазание от Бога. Ходьба требует практики. Я уверен, что младенец мог бы подумать, что он никогда не научится ходить, как мама или папа. Но как только он достаточно натренируется, он будет ходить, не падая. Другой пример умения играть на музыкальном инструменте. Способность играть на музыкальных инструментах есть у всех людей. Подобно ходьбе, умение играть на музыкальном инструменте должно быть развито через практику. Возможно нам трудно поверить, что у нас есть какие-либо музыкальные способности вообще, когда мы видим кого-то, у кого эти способности хорошо развиты. Хотя и правда, что некоторые люди имеют высокоразвитые способности. Это не значит, что практика не улучшит наши. Просто некоторые люди совершенствуются быстрее, чем другие. Если мы никогда не практикуемся, наша способность остается неразвитой, но мы все еще и обладаем. Способности обычно распределяются всем людям, даже если они не одинаково развиты. Если видение в Духе это особое посвящение от Бога или дар, который Святой Дух дает только нескольким людям, мы должны спросить именно поэтому адепты New Age и сатанисты так хорошо действуют в ней. Должны ли мы верить, что Святой Дух раздает эти дары людям, которые не знают его? Если вы ответите, что сатана подражает тому, что делает Бог, и что в этих случаях они получили свой дар от Него, я могу согласиться с вами, но тогда мы должны признать, что видение в Духе это не дар, который может дать только Бог. Эта линия рассуждений заставляет нас признать, что сатана также может дать его кому угодно. Мы должны также объяснить, почему люди абсолютно безо всяких религиозных предпочтений вообще, обладают способностью видеть в Духе с невероятной точностью. Вера в том, что видение в Духе это особый дар или помазание, данное исключительно Богом определенным индивидам, не может объяснить большого множества людей, действующих в нем. Вера в том, что видение в Духе доступно лишь немногим людям, проникла практически во все слои общества. Есть сцена, в фильме «Громовое сердце», которая иллюстрирует этот факт. В фильме, персонаж Вэлла Келмера, райлевой агент ФБР, посланный расследовать убийство, случившееся на земле племени Сию. Рэй медленно начинает узнавать о своей идентичности коренного американца, когда он рассказывает местному индейцу, офицеру полиции Уолтеру Кроухорсу, о пережитом опыте Рэй как раз перед тем, как они поймали Джимми, мне приснился сон. Я бегал с другими индейцами по кладбищу «Раненое колено». Меня подстрелили в спину. Уолтер, ты бегал со стариками по этому колену. Рэй, это был просто сон. Уолтер, кто ты такой? Черт возьми. Рэй, что ты имеешь в виду? Уолтер, у тебя было видение. Человек долго ждет видение, и он может прожить всю свою жизнь без него. А потом приходит какой-то фальшивый индеец в часах Ролекс, обутый в совершенно новую пару обуви. И в довершение всего, он оказывается проклятым фибееровцем, у которого было видение. Конечно, в видениях есть какая-то мистика, из-за которой кажется, что они бывают только у немногих людей. Убеждение в том, что видение в духе лишь для немногих, стремится создать двухуровневую систему, в которой несколько одаренных личностей получают особое откровение, которое они раздают тем, у кого нет дара, в обмен на вознаграждение или признание. Это как в общине Нью-Эйдж. Те, у кого есть дар видения, за плату раздают сверхъестественное откровение тем, у кого его нет. Некоторые церкви также приняли эту модель. Пророчески одаренные люди стали раздавать откровения, которые они получают через видение в обмен на пожертвования и почести от их сторонников. При этом мы разработали систему, которая помещает определенных людей в духовное положение более высокого уровня, чем других. Согласно этой модели, те, у кого хорошо развита способность видеть в духе, редко рассматривают возможность обучения тех, у кого ее нет. Видение в духе считается даром и, следовательно, предполагается также, что этому нельзя научить других. Библия учит, что ответственность пророков Нового Завета обучать и вооружать верующих для дела служения. Ефесянам 4.11 Некоторые пророки пытались научить других видеть в духе, но они обычно ограничиваются выявлением людей, которые уже имеют хорошо развитую способность и учат их, как правильно ей пользоваться. Немногие лидеры пытаются помочь тем, у кого слабо развита способность к духовному видению, чтобы помочь им развиться. Руководители не виноваты в том, что так мало было сделано для того, чтобы обучить и вооружить верующих видеть в духе. Они уже работают с моделью, которая не дает им причин для попыток. С начала времен, когда Бог впервые проговорил в пустоту и творение явилось, Он никогда не прекращал говорить, хотя некоторым людям трудно узнать Его голос, и они думают, что Он не говорит с ними. Факт в том, что Он всегда, вечно обращается к Своему творению. Проблема не в том, что Бог не говорит. Проблема в том, что Он Дух, который говорит духовным языком, который воспринимается нашим Духом, и многие из нас не развили в себе способность воспринимать то, что Он говорит. У большинства из нас наша духовная чувствительность притуплена чувствами физического мира, что затрудняет распознавание входящих сигналов из духовного мира. Ключом к восприятию и пониманию духовной коммуникации является тренировка и переориентация наших духовных чувств. Я верю, что большинство людей регулярно получают видение от Бога, но они либо не осознают, что-то, что они видят, исходят от Него или приписывают это своему собственному воображению или вообще не обращают внимания на визуальные образы, которые Он им посылает. Истина в том, что каждый может получить свое собственное откровение непосредственно от Бога. От этого наши отношения с Ним будут улучшены. Но в нашей занятой культуре требуется время, концентрации и немного практики, чтобы научиться получать, интерпретировать и применять духовное откровение, и многие люди считают более удобным позволить другим делать это за них. Часть проблемы с культурой, которая не видит в Духе и не слышит Божий голос – это духовная лень и апатия. Факт, что вы можете получить откровение от Бога от кого-то другого не снимая с вас ответственностью учиться слышать его самостоятельно.